В программе «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает руководитель исполкома регионального штаба Общероссийского народного фронта Роман Титов. Роман, добрый день. Добрый день. Рад всех слышать, видеть в этот замечательный, один из множеств замечательных жарких дней. Я думаю, коллеги, всем есть чем заняться. Это видно по пустым улицам нашего города. Но, надеюсь, интерес к текущим политическим и иным событиям не прошел. И об этом мы сегодня и поговорим. Да, хотелось бы мне назвать этот день действительно добрым, но вот каждый день практически уже так начинается, когда мы желаем друг другу доброго дня, а потом поправляемся. К сожалению, события, которые происходят сейчас в мире и не могут нас не касаться, каждый день неприятности нам приносят. Только я написала вчера тебе об очередном теракте в Стамбуле, как поняла, что надо добавить уже и теракт в Кабуле, и теракт в Ансбахе, Германия. И то есть на одном не зациклишься. Страна одна за другой объявляет чрезвычайное положение. Кто из-за переворота, как Турция, кто из-за терактов, как Франция. Мы вот эти новости все смотрим, за этих людей переживаем, рассуждаем, почему мы за европейцев болеем больше, чем за азиатов, например, да, или какие прорехи допустила руководство Франции или Бельгии, и почему у них теракты. Ты знаешь, ну, задумалась вчера о том, что почему мы ничего не говорим о том, какова ситуация у нас в России. Нужно ли об этом говорить? Должны ли компетентные органы нам рассказывать о том, что они делают, чтобы у нас такое не происходило? И вообще, все ли у нас окей с этим? Стоит ли нам остерегаться, как-то быть готовыми или ожидать какую-то угрозу? Сложный многогранный вопрос. С конца начну. Остерегаться, конечно, стоит и следует. Потому что ничем мы, по большому счету, от других стран мишени не отличаемся. Мы также участвуем, пусть в рамках своей коалиции, в операциях против запрещенного у нас, сами знаете, чего в России, какого государства. Мы также точно важен исламский фактор в нашей стране, потому что периодически мы видим, как задерживают проповедников, которые пытаются чужие ценности проповедовать. Но о тех событиях, которые сегодня происходят в Европе, вот я плотно, так, чтобы лоб в лоб столкнуться, задумался впервые в прошлом году, когда отдыхал на одном из островов греческих, остров Лесбос, который находится в прямой близости от Турции, собственно. И наполнен мигрантами. И наполнен мигрантами. Это не первый мой отдых на этом острове, недорогом, даже тешевым, полном трудолюбивых людей. Но в прошлом году мы, отдыхая с женой, просто в лоб столкнулись с тем, что каждый день к стенам городка, в котором мы жили, прибывало до 500 мигрантов. Улицы были запружены. Их, согласно греческому законодательству, нельзя подвозить. И это административное нарушение. То есть они вынуждены путешествовать, озлобленные абсолютно через горы, 70 километров до столицы, где миграционный лагерь море, так называемый, который на тот момент уже был переполнен. Всего по статистике в прошлом году, а я отслеживаю новости, потому что, ну, честно говоря, есть немало друзей на этом острове, и меня страшно за то, что там происходило на мои глаза. Сразу поднялась преступность. Сразу на Тихом острове, на котором двери не запирали, как в былые годы и у нас было, начались теракты. В прошлом году там был взрыв, там начали разрушать и оскоренять святыни христианские. У меня главное вопрос тогда был не в беженцах, а в том, как они вообще попадают. Понимаете, там Греция, страна НАТО. При всем при этом никакой морской границы, как таковой, охраняемой у нас. Мы же понимаем, там стоит каким-то даже рыбакам зайти в наши территориальные воды, появляются корабли, появляется погранслужба, и арестовывают, задерживают, отгоняют. Там этого нет. Ночь, гляжу из окон отеля, на турецкой стороне зажигаются огоньки. Турки, люди предприимчивые, 500 евро с человеком, и они наполняют огромную лодку людьми, детьми, старухами, стариками, которые бегут из Сирии. Перевозят их и выгружают при полном попустительстве греческих властей на территорию Европейского Союза. То есть, понимаете, я гражданин России, мне для того, чтобы попасть в Брецкую, необходимо оформлять шенгенскую визу. Эти люди, я сам видел, попав на греческую территорию, они жгли свои паспорта, сирийские, пакистанские. То есть, прямо в кучке собирали и поджигали, обливали топливом для зажигалок и жгли. То есть, это люди без имени, без истории прозрачной для спецслужб. Это, более того, люди, которых невозможно обработать. Дело в том, что на прошлый год на острове было 11 миграционных офицеров, на которых приходилось 500 новых мигрантов в день. Кто все эти люди? И следующий вопрос, который у нас возникал, мы сидели с женой, просто смотрели на все это. И в голове, знаете, мысль возникла, хорошо жить в государстве, у которого есть определенная остороженность к соседям. Да, может быть, порой это вызывает напряженность в нашей соседине, но, слушайте, граница хотя бы более-менее на замке. В том числе для граждан бывшего СССР, которые раньше беспривязанно путешествовали, там этого нет. И вот эти люди, они просочились в Грецию, они теперь попали в Германию, а мы знаем, и об этом не раз говорилось, им не интересно оставаться в других странах Евросоюза, им интересно проходить более благополучно. Они, среди них могли быть террористы, среди них могли быть проповедники, это никак не фильтровалось. Просто есть психически неустойчивые люди, как ты знаешь, два из террористов, двое наблюдались у психиатров, кто-то из них отчаявшиеся и готовые на все. И нет механизмов, которые позволяют людей выдворять, потому что в этом марте я ехал в поезде из Кирова в Москву, в купе с представителями служебных приставов, которые везли в Москву задержанного у нас мигранта. То есть его они, судя по словам, которые они сказали, они посадят на самолет и отправят в родной Узбекистан. Механизмов, которые позволяют даже в таком режиме работать с тысячами, десятками тысяч людей, которые попали на территорию Евросоюза, их просто нет. Я не понимаю, что власти Евросоюза будут делать. То есть они получили гигантскую критическую массу озлобленных людей, которые почему-то поверили, что их ждут с просертыми объятиями, люди, которые не готовы принимать культурные ценности, чуждые для них, люди, которые не готовы ассимилироваться, люди, которые запросто могут сойти с ума просто потому, что им пришлось преодолеть. Тысячи километров на ногах. Им никто не помогает. Ну, за исключением Турции, потому что на тот момент, как говорили нам местные греки, в Турции прям такой транзит действовал. На автобусах садили у границы и провозили к побережью. Я думаю, сегодня эта ситуация не работает, потому что и в самой Турции горячо. Но вот о том, что будут какие-то проблемы, я предполагал в прошлом году. Поэтому я даже не знаю, что надо предпринять спецслужбам европейским, чтобы отработать такое количество потенциальных проблем, которые попали туда вот с этой миграционной волной. Но нам это не грозит ситуация, ты считаешь? Я считаю, что нам грозит, конечно, ситуация, потому что у нас тоже могут быть такие заложенные факторы. Тот же исламский терроризм, который на Кавказе никуда не делся, но наши спецслужбы хоть и работают молча, но, на мой взгляд, работают эффективно. Дай Бог, чтобы так и было, дай Бог, чтобы я не ошибался, потому что, ну, честно говоря, любой такой теракт принимаешь на себя. Праздник, массовое скопление людей, как было в Ницце, или ресторан, как было сегодня ночью во время теракта. Это страшно, это не готово, это война против людей идет. Я думаю, что встану не ночью в Москве было большое пиротехническое шоу, где там огромные какие-то массы людей, гораздо больше, чем Ниццы собрались. И когда вчера его анонсировали, я подумала, что, наверное, ведь после таких событий, конечно же, какие-то меры безопасности должны быть приняты у нас. Я не знаю, как там все происходило, но прошло все, слава Богу, тихо и спокойно. И люди беззаботно в такой огромной массе выходят на подобные мероприятия у нас в стране. Даже несмотря на то, что они слышат, видят в Европе. То есть они не воспринимают это на свой счет? Или действительно они чувствуют себя? Цель террористов как раз, на мой взгляд, это заставить бояться разрушить вот эти традиционные для нас способы времяпрепровождения, образ жизни разрушить, заставить бояться массовое скопление людей, сидеть дома, закрыться и замыкнуться. Я не верю в то, что это не скоординированные акты. Слишком уже системно все это идет, слишком часто это стало происходить в том же Евросоюзе. Но, упаси Боже, я не стремлюсь сказать, что это потому, что там спецслужбы плохо работают, а у нас они работают хорошо. Нет, я думаю, что прошляпили вот как раз этот начальный фактор, когда пропустили через границы тысячи людей. И теперь, ну я даже не знаю, какая спецслужба могла бы с этим справиться. Сейчас прервемся на небольшой перерыв. Через полторы минуты снова в студии. Это особое мнение руководителя исполкома регионального штаба УНФ Романа Титова, микрофона Светлана Занько. И мы к нашим делам переходим. Буду цитировать сейчас коллег из наблюдателя, которые освещали последнее заседание нынешнего созыва АЗС. В частности, хотелось поговорить о попытке провести правила этики депутатов законодательного собрания, которые в частности запрещают парламентариям грубо высказываться, использовать в своих выступлениях ложную информацию, также покидать пленарные заседания. Мы знаем, что такие были на протяжении работы этой Думы, мероприятия, так как назовем. Я процитирую вице-спикера ОЗС Марину Сазонтову, которая так прокомментировала предлагаемый кодекс этики. Каждое положение этих правил вызывает вопрос. Получается, некорректное высказывание в адрес коллег теперь будет поводом лишить депутата права голоса. Я напоминаю, что депутаты это публичные люди, которые должны быть готовы к тому, что в их адрес могут звучать негативные замечания. В конце концов, они могут обратиться в суд, если их оскорбили. Предложение таких правил говорит о том, что здесь никто не хочет услышать о себе правду. Ты согласен с ней? Не совсем согласен. Почему? Потому что правда... Ну окей. Каждый депутат должен иметь право, возможность услышать о себе правду. Но вопрос ведь в том, как эта правда сформулирована. Вопрос в том, как отличить эту правду от неправды. Зачем... То есть, понимаете, у меня настойчивое ощущение от последнего заседания ЗАГС собрания нашего выглядело в фразе украинизации определенной. Вот в плохом плане. Это твоя фраза? Это моя фраза, да. Выкрики из зала. Какие-то выпады за гранью корректности. Попытки вброса информации. Знаете, я смотрел внимательно последнее заседание ЗАГС собрания. Я досмотрел уже с открытым ртом, когда в теме разное вышла депутат от одной из фракций. Выступала по значимой, вроде бы, теме переменований. Очередная попытка вернуть в голову историческое название. Но она упомянула нашу организацию. Что якобы мы дали согласие, что якобы мы поддерживаем. Вы знаете, в этот момент чуть под стул не стек, потому что и речи об этом не было. И это не наша сфера компетенции. И на основании чего этот депутат делает такие вбросы. Мы написали сразу его письмо в СМИ, которые разместили информацию, направили о предложении. Но как мне на нее повлиять? Я не понимаю. Как повлиять на депутатов, которые начинают бросаться оскорблением, вместо того, чтобы обсуждать важные и значимые вещи. Видимо, регламент ЗАГС, который есть, который действует. Он не ограничивает людей в том, чтобы высказывать свое мнение в совершенно нецеприятных выражениях. Я не очень понимаю, зачем приходить в законодательное собрание и сводить там счеты. Если ты окей, ты недоволен, выскажи это кулуарно, выскажи за рамку, выскажи через СМИ. Обратите в суд, в конце концов. Но зачем превращать это в какой-то балаган? Порой возникал и было последние месяцы. Но у меня большой вопрос. Я не могу сказать дословно по этим правилам этики, потому что не сумел с ними ознакомиться детально и прочитать. Скачал сегодня с утра на сайте ЗАГС Собрания, но не ознакомился. Но в целом ничего страшного и предуседительного в введении этих норм этики я не нашел. То есть, в конце концов, у нас есть норм этики для госслужащих, которые... Ну да, они сейчас нарушаются, но это хотя бы основание обратиться в комиссию по этике к руководителю этого госслужащего и попытаться обратить внимание на нарушения. Но, не знаю, мне кажется, меры эти назревшие, и они позволят... Другое дело, надо ли было вносить это на последнее заседание действующего состава Законодательного Собрания. Вполне возможно, надо было бы подождать до первого созыва следующего ЗАГС Собрания, до первого заседания следующего ЗАГС Собрания, и там поднимать этот вопрос. Ну, конечно, в спешке закидывать вещи в вагон уходящего польза, наверное, это неправильно. То есть, поэтому разделим. Что касается самой мысли о необходимости введения определенных норм, я скорее ее поддерживаю. Что касается срока внесения, ну, считаю, что, наверное, это было сделано не в свое время. Тогда уж еще об одной инициативе, которую тоже та же Марина Сазонтова посчитала не своевременной для внесения на последнее заседание внешнего созыва ОЗС. Это об изменении количества заместителей председателя областного парламента с 4 до 2. При этом, насколько мы понимаем, по отчету ОЗС это не ведет к сокращению бюджета и, ну, да, к какой-то экономии. Опять же, мое мнение, что это тема следующего созыва. Пусть сами определяются. Почему? То есть, этот созыв определял количество заместителей, скажем так, в режиме соглашения. То есть, каждая фракция, попавшая в законодательное собрание, она получила право на своего заместителя. ЛДПР отказывалась от этого права в определенное время, потом снова вернулась к этому праву. И, насколько я знаю, там Смирнов, он исполняет обязанности от фракции ЛДПР сейчас обязанности зам. Ну, давайте посмотрим на следующий загс собрания. Давайте посмотрим, сколько фракций там будет. Все ли партии, представленные в нынешнем загс собрании, войдут в состав следующего загс собрания. Исходя из этого, будем уже решать. То есть, придут ли депутаты к соглашению, что у каждой фракции должен быть свой зам. Но это их право. То есть, опять же, закидывать вещи в вагон уходящего польза, считаю, не совсем своевременно. Понятно. Но вопрос-то ведь еще в том, что, а что это дает? То есть, вот я могу назвать активных замов в нынешнем законодательном собрании. Это Марина Сергеевна Сазонтова, представитель Компартии. Это Михаил Курашин, Справедливая Россия. Который не идет на выборы. Который не идет на выборы. И Вонин сам. Он не зам, но он представитель Единой России, скажем так. Это люди, которые были активны. Остальные два. Напомните мне, кто остальные два. То есть, вот ладно, Смирнова мы вспомнили, и кто еще? То есть, вопрос, вам нужен зам ради зама, или нужен зам для того, чтобы работать? У меня ни к Сазонтовой, ни к Курашину нету таких вот гигантских вопросов. То есть, действительно, люди были и светились. Оба названных тобой вице-спикера, это представители оппозиционных партий. Ты не мог вспомнить единороссов? Ну, я сказал Ивонина. Окей, там, Бусыгин, по-моему, там был вице-спикер. Ну, не суть. То есть, вопрос в том, чтобы следующее ЗАГС-собрание определилось с тем, кто будет представлять. Это не вопрос партии, это вопрос людей, на самом деле, даже. То есть, Сазонтова человек активный по жизни, Курашин человек активный по жизни. И в позиции вице-спикеров они себя активно явили. Но зачем ставки ради ставок? Не очень понимаю. Так, следующий вопрос, который буквально вопрос минувшего дня. Минздрав отчитался, наш Минздрав областной отчитался. 98% пациентов больниц удовлетворены медпомощью. Проводилось инкетирование среди 1700 человек в 19 кировских больницах и 11 районных. Максимальная удовлетворенность медицинской помощью, как и в прошлые годы, остается в стационарах. 98%. Я с этими цифрами не согласен категорически. То есть, на мой взгляд, вообще, исследование должно проводить структуры независимой. То есть, если вы хотите получить объективную картинку о состоянии медицинской помощи, обратитесь к независимым структурам, которые без вашего введения, без давления стороны главных врачей, без вмешательства, это анкетирование проведут. Потому что то, что я вижу сам, а я в силу ряда причин в последнее время часто бываю в районе Кировской области, оно никакого оптимизма не внушает. Потому что второй по значимости, по частоте вопрос, который задают люди, это вопрос качества и доступности медицинской помощи. Когда в районных больницах десятки вакансий, которые не заполняются годами. Почему не заполняются? Да потому что эти ставки распределяются между существующими врачами, что позволяет им вывести заработную плату на уровень определенной указа президента. Когда люди не могут добраться до больницы просто в силу того, что транспортное сообщение нарушено из-за дорог, из-за отсутствия денежно-средств на эти самые автобусы, да просто из-за неудобства организации рейсов. И говорить, что у нас такая гигантская удовлетворенность... 98%! Нереально! Совершенно! Мне кажется, это даже больше, чем президентом. Ну, 106 надо было бы удовлетворенных процентов. Весной мы вместе с федеральными коллегами ездили по области и проводили рейды по этим больницам, по ряду районных больниц. Ну, состояние, мягко говоря, там, неоднородное точно. То есть есть толковая больница, а есть больницы, в которых, ну, все разваливает. По первичке, по доступности у всех есть вопросы. И вот я бы, честно говоря, на месте Министерства здравоохранения раздержался от заявлений, вызывающих столь очевидный когнитивный диссонанс у аудитории. Потому что можно сколько угодно говорить, что небо черное, но когда люди видят, что оно голубое, вот люди никогда не поверят. Это будет вызывать раздражение. Медицина в области, по мнению самих людей, находится в ужасном состоянии. Вот хоть как вы им расскажете? Вы для них работаете. Вот когда люди скажут, что все хорошо, только тогда все хорошо и будет. Пока это все говорится о снижении смертности, у меня другая статистика, признаться. У меня статистика рости этой смертности. Я понимаю, что это просто как считать. Но пока бабушка, живущая в самом отдаленном населенном пункте, не скажет, что медицина работает, медицина не будет являться точно хорошей. 98% – это фантастическая цифра. Не верю. Не верю. Следующий вопрос – это вопрос с сайта ОНФ, кировского отделения. Проблема борщевика. Вот какой бы она ни казалась мелкой в сравнении с теми глобальными вещами, которые мы обсуждали в начале нашей программы, все-таки кировчане понимают, что это очень серьезно. И как минимум активисты ОНФ назвали это явление экологической катастрофой, не меньше. Это у вас на сайте такое определение. Заявление опубликовали 20 июля. Оно содержит призыв создать областную программу по борьбе с опасным растением. Что здесь является большим злом? Борщевик или заброшенные земли? Потому что именно об этом всегда шла дискуссия. Когда властям говорили «борщевик», они говорили «земли заброшены, никому они не принадлежат, не обрабатываются». Что с этим делать – непонятно. Так вот, кто из-за чей счет и как эту программу должен реализовывать? Раз уж вы призыв бросили, то, наверное, представление имеете. Смотрите, есть примеры регионов, в которых такие программы реализуются. То есть, более того, в последние годы часто приходилось слышать, и последний раз я это слышал сегодня утром от властей одного из районов Кировской области, которые сказали, что мы ничего сделать не можем, поскольку у нас борщевик не внесен в реестр сорных растений, значит, мы не можем на него тратить бюджетные средства. Я этим властям сказал, уважаемые, в декабре прошлого года он был внесен в соответствующий реестр. Значит, до них не довели эту информацию, получается? На сайте областного министерства сельского хозяйства по запросу «борщевик» у меня выходит одна новость о каком-то проведенном совещании по этому самому борщевику. Тема, кажется, вроде бы мелкая, а вот ни разу не мелкая, потому что когда едешь по области, особенно если отходишь немножко в сторону от федеральных трасс, ты понимаешь, что эта область в значительной мере уже не людям принадлежит, а борщевикам, гигантские кусты высотой более двух метров, люди с ожогами обращаются. Непонятно, что с этим делать муниципалы, у них денег нет, они говорят «помогите нам, помогите, мы готовы с этим бороться, но у нас нет на это ресурсов». Собственники земли говорят «мы готовы», ну, наиболее вменяемо, адекватные, которые действительно там собираются на это землехозяйство, но нам бесполезно этим заниматься в масштабах одного хозяйства, потому что соседнее хозяйство или земли, которые взяты под будущее использование, непонятно в каких целях, заброшенные, почти пересеются, и все наши труды будут зазря. Да, ведь это даже в рамках одной области странно бы делать, потому что достаточно пересечь границу, например, с Коми, что я делала буквально там две недели назад, и там аналогичная ситуация. Но вопрос в том, что можно ничего не делать, как, собственно говоря, происходит у нас в регионе. Вот последнее упоминание о том, что власти занимаются решением проблем по щекам, было в прошлом осенненном заседании в законодательном собрании, было обещано, что уже в первом квартале этого года мы увидим эту самую пресловутую областную программу, в которой будут включены мероприятия по собственному уничтожению мероприятия, по влиянию на недобросоверных хозяйств субъекты, то есть вот вторая часть вашего вопроса. Ну, у нас с вами уже июль. Я специально просмотрел, думаю, может, я пропустил все повестки законодательного собрания. Ну, нету там этой информации. Зато нам обещали, что вот мы обязательно сделаем эту программу, когда проведем спутниковое сканирование земли. Думаю, провели. Там с использованием современных технологий результата нет. В Кирове уже, не дожидаясь никого... Значит, деньги ушли все на спутниковое сканирование. Куда-то они ушли. То есть в Кирове власть, не дожидаясь, уже начали, по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе проводить мероприятия по борьбе с борщей комнатой, то и муниципальным образованием города Кирова. Дальше, что еще за это время пришло? Внесли этот борщик в приезд рассоренных растений. Бороться можно. Можно бюджетные деньги тратить. Никакой синхронизации нет, потому что... В бюджете денег нет, может быть, в этом... Слушайте, в бюджете денег никогда не будет. Вопрос в том, что у этой статьи А должен быть влиятельный лоббист. Хотелось бы, чтобы им было областное министерство сельского хозяйства. Боюсь, сегодня вообще всем министерствам не до этого. Они не способны что-либо лоббировать в ожидании важных политических решений. Поэтому мы решили, извините, на себя немножко взять функцию локомотива, потому что воют селяне от этого борщевика. А почему мы требуем областную еще раз программу, когда все блестежащие области от этого страдают, и когда все-таки проблема в том, что эти земли бесхозны, потому что один раз вытравишь борщевик, а дальше снова земли неблагоустраиваются, и он поселится там вновь. Светлана, поэтому вопрос ведь не в том, чтобы разработать программу ради программы. Конечно, правильнее было бы начать программы федеральной. Но честно скажу, я реалист, я понимаю, что уровень нашего влияния на настоящий момент это возможность инициирования судения на областном уровне. Давайте так. Мы сейчас вынуждены прерваться на короткую рекламу. Через две минуты снова об этой студии и поговорим о платных парковках. Продолжается программа «Особое мнение». Это «Особое мнение» Романа Цитова, микрофон Светлана Занько. По вопросам городского благоустройства хотелось бы пройти. Минувший месяц мы обсуждали их активно, впрочем, как всегда. Связано это было и с ремонтом дорог, и с заявленным городом планом устройства платных парковок и с намерениями городских властей провести инвентаризацию зеленых зон. Все это есть по парковкам, в том числе есть и у ОНФ обращение. ОНФ, насколько я понимаю, призывал городские власти провести своеобразное всенародное обсуждение. Какие публичные или какие-то общественные слушания, или голосовалку по платным парковкам. И пока я тут писала эти вопросы, готовясь к сегодняшней программе, я увидела сообщение, которое коллеги из «Бизнес новостей» разместили. Аж 22-го числа, оно просто мимо меня каким-то образом проскочило. Именно 22-го числа на сайте мэрии было опубликовано постановление о порядке создания и использования парковок, в том числе платных. Удалось ли тебе ознакомиться с этим порядком? Насколько он для тебя понятен и удовлетворительен? Знакомиться удалось, потому что тему эту мы курируем. Это не наша только кировская региональная инициатива. Впервые заниматься темой платных парковок начали мои коллеги в Москве. Сейчас во многих регионах коллеги работают, поэтому, разумеется, мы инициативу мониторим. То есть сразу хочу сказать, что нормативный документ, который размещен, это не начало самой эры платных парковок, поскольку территориальная схема размещения парковок нам пока не презентована. Мы говорим как раз об обсуждении этой схемы, привязке платных парковок и наличии бесплатных альтернатив, отсекающих парковок так называемых. То есть пока не ясно. Значит, пока есть документ, который регламентирует создание, точнее функционирование этих парковок. Подписан, там так интересно, сам документ, само положение подписано Симаковым. Симаков, начальник благоустройства. Да, подписано замглавы города Новым Журавлевым. И в целом документ, на мой субъективный взгляд, немножко сыроват. Потому что, ну, к примеру, мы же понимаем, что безопасное дорожное движение – это не только и не столько зона ответственности администрации города Кирова, но и государственная инспекция безопасности дорожного движения. Вопросы взаимодействия с ГИБДД этим положением они не раскрываются, регламентируются. Знаки-то кто будет устанавливать? Знаки устанавливать должен ГИБДД в рамках этих парковок. Как это будет делаться? Как будет согласовываться с органами безопасности дорожного движения, организацией парковок? Я не увидел в этом положении. Есть какие-то сырые моменты даже в мелочах. Ну, к примеру, написано, что до выезда с парковки я должен иметь при себе документ, подтверждающий, что я ее оплатил. Очень хорошо. Там же предусмотрена, к примеру, оплата с помощью средств мобильной связи. Какой документ я должен буду предоставить представителю организации, которая оперирует этими парковками, для того, чтобы подтвердить, что я оплатил? Телефон. Телефон – это не документ. Платежное поручение, еще что-то. То есть, очень рамочное и, на мой взгляд, чуть-чуть торопливое решение, эффективность которого вызывает определенные вопросы. То есть, что касается самой темы, вот я за платные парковки точно. Потому что это практика общемировая и общероссийская, но обязательно должна быть альтернатива. А какая цель вообще? Ты увидел, положение это есть. Это положение к чему ведет? Пока положение не идет ни к чему. Оно ведет к возможности организации платных парковок на основании этого положения. И что? Для чего? Ну, цели там написаны, просто пока мы не видим схемы, не очень понятно, как эти цели будут достигаться. Вот нет ли у тебя того самого когнитивного диссонанса, когда ты получаешь документы о правилах пользования платными парковками, в отсутствии стратегии развития уличного движения, вообще уличной сети города Кирова? Есть. Есть. Есть диссонанс. То есть, мы не понимаем, как эти парковки пока будут строены в существующую транспортную сеть. Как они будут уязвлены в существующие... Для чего строятся парковки в центре крупных городов? Для того, чтобы... Очистить центр от машин. Очистить центр от машин и пересадить людей на городской транспорт, и вывезти их на пешеходные зоны. Об этом говорят... В свете этого мне непонятно, когда звучала инициатива, что мы там, одна из первых парковок, у нас будет у здания правительская кировская область. У меня есть говорят, зачем? То есть, получается, что мы сейчас забьем прилегающие территории машинами чиновников, а граждане, которые приезжают решить свои вопросы, будут платить деньги за то, чтобы... Нет, машины чиновников тоже должны платить деньги. Это никого... Это без исключения. Значит, в отсутствие альтернатив отсекающих машины будут парковаться во дворах, на прилегающих территориях. Ну, так бывает. Еще какие последствия введения вот таких платных парковок без презентации нам приоритетов, которые преследует город? То есть, мы не видим пока, что на самом деле пытаются сократить количество машин в центре города. Об этом никто не говорит. И мы не видим пока, что пытаются пересадить на общественный транспорт, кстати, который нещадно, нещадно просто дымит на улицах города в этой жару, заставляя людей просто сквозь страшных глубок дыма продираться. Мы видим, что количество троллейбусов снижается на улицах, а это самый экологически чистый вид транспорта. Это вот пока, и вы правы абсолютно, пока не видно, что эти действия принимаются в рамках какой-то стратегии. То есть, я поэтому и говорю, в целом идея хорошая, но идея должна к чему-то вести. Раз, и быть частью целостной концепции. Вы же, НЭФ, хороший вопрос задавали. А куда пойдут деньги, собранные с этих самых платных парковок? Ответа ведь тоже нет. Бюджет города Кирова значится в нормативной базе. Секунду. Учитывая, что там среди инвесторов есть муниципальные средства и есть внебюджетные средства. Разбирались, поясняю, значит, по внебюджетным средствам имеются средства МУП-ЦДС. Они не являются бюджетными средствами. Это собственное средство предприятия, которое будет являться оператором парковок. То есть, предполагается, что ЦДС будет получать, то есть, уже получает средства от текущей деятельности, и оно будет инвестирует от этих строительств парковок. То есть, это речь идет не о каких-то концессиях и привлечении частных средств. Нет. В отличие, к примеру, от сети парковок в Екатеринбурге, где четко на уровне положения и нормативных документов определен порядок торгов на предоставление вот этих земель в концессию предпринимателям, порядок взаимодействия администрации с предпринимателем, то есть, у нас изначально все сделано... То есть, парковки останутся муниципальными. Это следует существующей нормативной базе. То есть, частники на них заходить не будут. Это не будет ничьим бизнесом. Это будет бизнесом муниципалитета, фактически. Но, еще раз возвращаясь к тому, с чем мы начали, вопрос в концепции. То есть, я готов буду платить за парковку, когда я буду понимать, для чего это. Что это действительно полезно для города, что ты разгружает город, а не просто я деньги плачу еще сферу. Что деньги пойдут на выделенные полосы, на новые автобусы и так далее. Не будет в нашем городе выделенных полос, просто не будет. Ну, хотя бы новые автобусы будут когда-нибудь в нашем городе? Нет, потому что автобусы должны приобретаться мупом, которая занимается этими самыми автобусными перевозками. И тут уже мы видим, что системы нет, и все разорвано и разобрано. Пока средства обезвечены. То есть, насколько я вижу по изучению нормативной базы, той небольшой, которая есть в виде трех листочков, что пока не определено, куда эти средства будут тратиться, к сожалению. Это же очень плохо. Это же опасно даже. Согласен. Именно поэтому мы вопросы поднимаем. Ну, коллеги, давайте положение приняли, молодцы, зайки. Обсуждать, когда будем. Где будут располагаться эти парковки. Там, да, мы пока знаем только про одну. На улице, на привокзальной площади. Ну, парковка на месте бывшего рынка. Действительно, хорошая парковка получилась. Там, не грех оставить машину, уезжая куда-нибудь в путешествие. Ну, а где другие будут находиться? Не знаю. Пока не знаю. Пока где-то нет. Обсуждение этих вопросов, где парковки, без обсуждения и решения, откуда деньги и куда они пойдут, необходимо проводить? Это комплексный вопрос, поэтому, конечно, необходимо проводить. Мы четко должны понимать, как собираются деньги, как они расходятся, что реально город от этого получит. Еще у нас есть буквально три минуты. Я надеюсь, что я ознакомился. Это вопрос с картой зеленых зон, которым сейчас занимается уже упомянутый тобой господин Семаков, начальник благоустройства. Не приложила я тебе, к сожалению, доклад, но, поверь на слово, может, ты посмотрел где-нибудь в интернете. Границы этих зон пока не обозначены, потому что они требуют, как нам пояснил присутствовавший здесь в программе Урбан заместитель прокурора по нашему городу, что необходим кадастровый инженер и спутник. Это очень много денег. И пока обозначены только площади, и это начало пути, как нам заявляет администрация города Кирова. Главная цель – предотвращение капитального строительства зеленых зон. Это первое. Второе. Не было сказано ничего о том, что можно устраивать новые зеленые зоны в центре города. Было заявлено, что нет таких территорий. Мы приводим в таком случае пример пресловутых оврагов Засора, в частности между Лениной и Свободой, где два года назад был заявлен строительство культурно-оздоровительного центра с водными гладями, пешеходными зонами, а в результате появился недострой, в котором продаются парковочные места за 600 тысяч рублей с кладовками. Надо сказать, что я выслала тебе ссылку на кадастровую карту. Вся стоимость кадастрового этого оврага – 1 277 614 тысяч рублей. Это кадастровая стоимость. Реально он, конечно, стоит дороже. Но вопрос обоснован. И вопрос сейчас стоит даже шире, чем вы его обозначили, Светлана. Потому что сейчас речь идет не только о том, чтобы все зеленые зоны по Кирову под защиту поставить. Буквально в начале июня были подписаны нормативные документы, которые позволяют создавать зеленые защитные зоны, так называемые зеленые щиты, вокруг крупных населенных пунктов. И уже рабочая группа создается в области. В пятницу у Чемоданов министр экологии звонил, предложил в эту группу войти. То есть задача-то идет в том, чтобы прекратить вырубку не только в городе Киры, а в окрестностях города. Потому что, мы же понимаем, какая жуть творится. Стоит проехать в сторону Боровицы и увидеть, что те леса, которые раньше как-то радовали грибами и ягодами, они уже все вырублены и застроены. Конечно, крыльями начинаем махать уже поздновато, но еще там не все потеряно. Вопрос в том, что если под этой большой федеральной инициативой заложены, ну реально заложены большие федеральные ресурсы, и уже команды все необходимые прошли, и уже рабочую группу создают, и уже, видимо, будет создаваться эта зеленая защитная зона вокруг города Кирова с ограничениями режима пользования, то вот по муниципальной вот этой зеленой зоне-то ведь, ну что ж, непонятно. Как вы сказали, мы же в начале пути еще находимся, непонятно, как долго этот путь будет длиться. Пока мы идем этим путем. И останется ли у нас что-нибудь, что-нибудь к концу этого замечательного пути. В этом вопрос. Да. По оврагам, конечно, выпьющая ситуация. У нас с вами там в одном овраге инвестор забор построил, и ничего не происходит. И в соседнем овраге вот нечто назвездили, я так понимаю, в стадии банкротства, а теперь выясняется, кладовки там продаются. Гаражи. А где же эти замечательные планы «Вятка-2024» вот с этими цветущими оврагами, с этими мостами и реками? А дальше, к сожалению, мы не можем контролировать инвесторов и их средства, как говорила Ирина Рубцова. Так вот, можем или не можем, это, наверное, основной вопрос, но нам уже обсудить его некогда, потому что пришло время заканчивать программу. Я благодарю за особое мнение Романа Титова. Я с вами, Ванька, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин